Слово моё звучало недаром. 27 января исполняется 195 лет русскому писателю, журналисту и редактору журнала «Отечественные записки» Михаилу Евграфовичу Салтыкову Щедрину. Настоящая фамилия писателя – Салтыков, а Щедрин – это псевдоним. Он родился в старинной дворянской семье в 1826 году в селе Спасугол Калязинского уезда Тверской губернии. В 1844 окончил царско-сельский лицей. В августе 1945 года Михаил Салтыков был зачислен на службу в канцелярию военного министра, а через два года получил там первое штатное место. Но уже в следующем году в наказание за вольнодумие в апреле 1848 года был выслан в Вятку и определён там канцелярским чиновником при Вятском губернском правлении. Потом занимал должность правителя губернаторской канцелярии. Салтыков вошёл в литературу в конце сороковых годов, в период расцвета натуральной школы. Его ранние произведения – повести «Противоречие» и «Запутанное дело». Ранние повести привлекли внимание царского правительства, за что он и был сослан в Вятку. Там, в Вятке, провинциальную жизнь в самых тёмных её сторонах Салтыков узнал как нельзя лучшее, благодаря командировкам и следствиям, которые на него возлагались. И богатый запас сделанных им наблюдений нашли себе место в его следующем произведении в губернских очерках. В ноябре 1855 года ему было разрешено покинуть Вятку. Он вернулся в Петербург и в феврале 1856-го поступил на службу в Министерство внутренних дел. Вслед за возвращением Салтыкова из ссылки возобновилась и его литературная деятельность. Имя надворного советника Щедрина, которым были подписаны появившиеся в русском вестнике в 1856 году губернские очерки, сразу стало одним из самых любимых и популярных. Губернские очерки положили начало целой литературе, получившей название «Обличительной». Хотя это его произведение было затем издано отдельно и не единожды, все-таки жить только литературным трудом он тогда не решился. Особенно после женитьбы в 1856 году на дочери Вятского вице-губернатора Елизавете Аполлоновне Болтиной. В марте 58-го Михаил Салтыков был назначен рязанским вице-губернатором. В апреле 1860 года переведем на ту же должность в Тверь. Пишет он в это время очень много. Из написанного составились два сборника «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе». В феврале 1862 года Салтыков первый раз вышел в отставку. Он хотел поселиться в Москве, основать там свой журнал, но когда ему это не удалось, он переехал в Петербург. И с начала 1863 года по приглашению Некрасова стал работать в журнале «Современник». В течение двух лет он помещал в нем билетристические произведения, общественные театральные хроники, московские письма, рецензии на книги, полемические заметки, публицистические статьи. Весьма вероятно, что стеснение, которое современник на каждом шагу встречал со стороны цензуры, в связи с отсутствием надежды на скорую перемену к лучшему, побудили Михаила Салтыкова опять поступить на службу, но уже в другое ведомство. В ноябре 1864 года он был назначен управляющим Пензенской казенной палатой. Два года спустя переведен на ту же должность в Тулу. А в октябре 1867 года – в Рязань. Эти годы были временем его наименьшей литературной деятельности. В течение трех лет в печати появилась только одна его статья – «Завещание моим детям». Но как только в 1868 году журнал «Отечественные записки» перешел под редакцию Некрасова, Салтыков снова покидает службу и занимает должность одного из главных сотрудников и руководителей этого журнала. А десять лет спустя, после смерти, Некрасова становится его официальным редактором. Отечественные записки просуществовали до 1884 года. В это время Михаил Евграфович пишет свои лучшие произведения – «История одного города», «Господа Головлёвы», «За рубежом», «Пашихонские рассказы». В отечественных записках были напечатаны и его сказки. Затем изданная особа в 1887 году. После запрета журнала Михаил Салтыков помещал свои произведения преимущественно в «Вестники Европы». Отдельно были изданы «Пестрые письма» в 1886 году и «Мелочи жизни» в 1887 году. И последней была издана «Пашихонская старина» уже после его смерти в 1890 году. Здоровье Михаила Евграфовича было глубоко подорвано запретом отечественных записок. Редакционной работой Салтыков занимался очень увлеченно. Окруженный людьми ему симпатичными и с ним солидарными, Салтыков чувствовал себя благодаря отечественным запискам в постоянном общении с читателями. И закрытие журнала стало для писателя большой утратой, так как он ощутил разрыв связи между собой и публикой. И все же, и в последние годы он не переставал писать, пока мог держать перо, и его творчество оставалось до конца сильным и свободным. Незадолго до смерти он начал новый труд, об основной мысли которого можно составить себе понятие уже по его заглавию – забытые слова. Он умер от закупорки мозговых сосудов 10 мая 1889 года. Похоронен был в Петербурге, на Волковском кладбище, рядом с Тургеневым. Писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин сыграл огромную роль как в истории русской литературы, так и в общественном развитии России. Его творчество высоко ценили Толстой, Тургенев, Горький, Чехов. Булгаков называл его своим учителем, у которого он почерпнул множество идей для своих сюжетов и образов. Память о писателе бережно хранится вот уже более века. Ему установлены памятники в местах, где он жил и работал, в том числе и вот это – в Лебяжье, в Ленинградской области. А это – в Рязани. Следующее. В Толдоме и Твери. В селе Спасугол, где он родился, а также в городах Кирове и Твери открыто музеи, где можно подробно познакомиться с жизнью и творчеством великого писателя. Продолжение следует.